спасибо большое но после таких выступлений только оптимистически наверное какой-то заряд но тем не менее хочу сказать что ну во первых санкции тут все уже так сказать ораторы спики рассказали что это юридическая категория лишь относительно постольку поскольку на 99 процентов это конечно политика идеология нарушается 41 статья устава организации объединенных наций и так далее второй момент на который хотел обратить внимание мне кажется очень важный если говорить с точки зрения науки их наука не дремлет постольку поскольку и американские европейские ученые огромное количество статей российские ученые погружены тоже в эту тему и они не просто с идеологической политической точки зрения подключили математиков представители теории игр которые разыгрывают буквально ситуацию когда как больнее ударить своего соперника какое оружие выпустить в начале как подхватить то есть если это юридические лица чтобы эти юридические лица максимально влияли на экономические последствия чтобы было больше дочек у этого юридического лица чтобы они тоже пострадали ну и так далее вот такая вот логическая я бы даже сказала и логистическая цепочка то есть если нам отвечать на их санкции с научной точки зрения эти все моменты нужно иметь ввиду я думаю что есть институты ученые которые это прекрасно понимают следующий момент состоит в том что университеты не должны дремать конечно должны быть программы обновленные магистерские допустим связанные с комплайнсом санкционным это должны быть обязательно ответы на вот такие какие-то абсурдные вещи которые делают европейцы американцы допустим запрет читать лекции о федоре михайлович достоевском это в милане а федор михайлович достоевский с 15 лет в дневниках писатель об этом отмечено как он любил италию там и так далее и так далее это переписывание опер если даже они не запрещаются то вот очень тоже абсурдно это нужно популяризировать нам постольку поскольку это демонстрирует уровень и интеллекта и вообще до духовных сил тех кто нам противостоит например опера война и мир прокофьева германии пошла только после того как была переделана 13 картина смоленская дорога метель в юго отступление французских войн убийство каратаева и главное обращение кутузова за отечество шли мы в смертный бой нужно было убрать изъятие из оперы правда наши бывшие или они настоящие соотечественники дирижер он пошел на это так сказать на это переписывание мне кажется что и вот эту стойкость и какое-то но мне кажется такую такое мужество хотя тут особого мужества мне кажется и не нужно тут нужно вот эти как каких-то других наверное категорий ну вот противостоять этому даже на уровне там каких-то мастеров оперного искусства чтобы вот такого не было постольку поскольку принцип конкретного историзма ну короче говоря все что можно все нарушается но если говорить о в целом о санкциях конечно же это не сегодняшнего дня и даже не 14 года 2014 года хотя конечно с 2014 года интенсивность мощнейшие санкции да это еще и раньше советский союз мы помним сколько было так сказать вот там поправки веника там и так далее кстати вот лицемерия тоже здесь есть момент отмена вот этой поправки для молдовы и для россии поправки веника и одновременно в 2012 году при принятии акта магнитского с огромным количеством изменяющихся так сказать санкций ну и я понимаю что уже конец и нужно сказать еще наверное один по крайней мере тезис состоит в том что бизнесу нужно помогать не только на словах но и ну скажем так если говорить о вузе то в магистрских программах пытаться все-таки создавать некое подобие инструкции как действовать особенно малому и среднему бизнесу потому что крупному бизнесу понятно государство поможет в первую очередь постольку поскольку есть правительственная комиссия по инвестициям есть мгновенные поправки в валютное законодательство валютный контроль а вот что касается малого среднего все эти моменты связаны с консультированием с популяризации допустим каких-то инструктивных писем банка россии и так далее здесь могут многое сделать не только преподаватели профессорского преподавательский состав но и наши умнейшие студенты потому что санкции вообще конечно же это не форма колонизация как им кажется а возможность построения независимой экономики потому что наша экономика она а большая всемирный банк недавно с 11 место нас на 10 перевел его кстати об этом никто не просил но он это сделал это замечательно второй момент тремя океанами мы омываемся то есть понятно что такую экономику не запереть 130 миллионов пользователей интернет которые получают так сказать информацию из различных источников ну и так далее все знают о наших богатствах самое главное богатство это интеллект россиян и я думаю что мы конечно победим потому что мы не доходим до вот таких маразматических допустим моментов связанных с там культурой наукой там и так далее и так далее вот наверное все что я хотел сказать если очень кратко потому что у нас заканчивается время а тема конечно обширная